Белорусский оппозиционный лидер призвал к созданию международного трибунала для расследования военных преступлений, якобы совершенных авторитарным лидером Александром Лукашенко. Запрос был сделан в среду Светланой Тихановской, самым влиятельным соперником Лукашенко на выборах президента Беларуси в прошлом году. «Мы не можем позволить диктаторам писать историю», – сказала Тихановская, выступая в Сенате Чехии и в Праге. Тихановская, которая сейчас проживает в Литве, призвала к созданию трибунала для расследования преступлений диктатуры Лукашенко в прошлом и в период после выборов 2020 года. Многомесячные антиправительственные протесты в Беларуси были вызваны переизбранием Лукашенко на шестой срок в августе прошлого года, которое многие восприняли как фальсификацию. Правительство Лукашенко ответило жесткими репрессиями, в результате которых было арестовано более 35 тысяч человек и избито тысячами полицейских. Ожесточенные репрессии – это террор, которого наша страна не испытывала со времен сталинизма, – сказала Тихановская. Единственным выходом из кризиса в Беларуси могут быть свободные выборы. Лидер оппозиции призвал европейские страны прекратить закупки белорусских нефтепродуктов и удобрений, а также прекратить сотрудничество с банками и другими учреждениями страны. Тихановская сообщила, что в партнерстве с онлайн-платформами «Зубр» и «Голос», которые ввели наблюдение за президентскими выборами в Беларуси, оппозиция разработала систему фиксации доказательств преступлений режима Лукашенко. Платформа позволит пользователям загружать фотографии и видео, демонстрирующие незаконные действия сил безопасности, которые в один прекрасный день могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Тихановская также пообещала амнистию для сотрудников правоохранительных органов, которые сообщат о преступлениях своих коллег. Оппозиция планирует использовать эти собранные из толпы материалы в качестве основы для проведения народного обвинения, которое позволит белорусским гражданам голосовать за предъявление обвинений подозреваемым. Лидер также призвала белорусский народ принять участие в самом массовом шествии 20 декабря, на котором планируется выступление Народной прокуратуры. Беларусь становится все более изолированной с тех пор, как 23 мая власти подняли в воздух истребитель и использовали ложное предупреждение о бомбе, чтобы заставить ирландский пассажирский самолет приземлиться в Минске и арестовать белорусского журналиста-диссидента Романа Протасевича. Напомним, что Тихановская участвовала в президентских выборах в августе 2020 года против авторитарного правителя Александра Лукашенко. Лукашенко объявил себя победителем голосования, что было отвергнуто оппозиции.